Шишковидная железа – это очень маленький орган в мозге. Тоже он ещё меньше, чем гипофиз. Очень маленький, размером с горошину, такого красного вида на вид и похож на шишечку. Декарт в своё время считал, что шишковидная железа – это вместилище души. А йоги, кстати, они предполагают, что сахасрара чакра является вместилищем сознания или нашего духа индивидуального. Но вот эта шишковидная железа, она выделяет в основном гормон мелатонин, синтез которого происходит из серотонина. И мелатонин имеет в себе очень много свойств. И замечено тоже, что йога, она похожие свойства реализует, какие реализуют гормон мелатонина. То есть, видимо, за счёт практики медитации, за счёт практики йоги увеличивается или нормализуется, стабилизируется производство гормона мелатонина, и появляются все вот эти вот эффекты интересные. Постепенно с возрастом, то есть в детстве у нас она растёт, первые два года жизни – это железа, шишковидная железа, и потом она останавливается. Она в весе может увеличиваться, но в объёме она не растёт. И потом постепенно она как бы слабеет её функция. С моментом, когда приходит половое созревание, в этот момент значительно уменьшается производство количества мелатонина. Ну и учёные полагают, что именно гормон мелатонин, он как бы приостанавливает вот эту вот половую функцию, то есть он позволяет тебе развиваться, чтобы энергия тела нашего не тратилась на эту функцию. И вот в детстве развитие происходит без... То есть много мелатонина выделяется, и поэтому организм может забыть про репродуктивное своё предназначение и развиваться. И есть такая вещь, как преждевременное половое созревание, да? И это происходит, ухудшается, то есть ты можешь не вырасти в результате, ты можешь... У тебя неправильно развивается твоё тело, и это приводит к преждевременной старости, и это приводит... также имеется опухолевый эффект, то есть могут развиваться рак там и так далее. То есть очень всё рассчитано в теле, очень интересно. Вот. Ну и с возрастом происходит такое... это называется песок мозга. Песок мозга – это такие образования из солей кальция, вот, и они накапливаются вот в этой шишковидной железе, как песок. И статистика показывает, что... ну вот в Соединённых Штатах они делали статистику, аж 40% американцев по другим странам говорят, что отличие от места к месту, видимо, от образа жизни зависит. И аж 40% людей, вот в Соединённых Штатах, когда делали исследование, в 17-летнем возрасте уже всё, там, песок мозга. Вот. И постепенно в результате вот этого процесса, то есть также уже было связано угасание, деградация, да, вот этой шишковидной железы с болезнью Альцгеймера. И это связано очень чётко, это доказано, что угасание, деградация шишковидной железы связана с нарушением сна. То есть человек спит, но спит очень поверхностно. Он не может поспать и выспаться, как следует. А в результате этого много разных дисфункций в организме происходит. То есть организм не отдыхает, как следует, раздражительность появляется, ум не очищается. Вот. Ну, то есть представьте себе, если вы спали всего, там, спите, но не высыпаетесь. Как бы вы себя чувствовали через несколько лет вот такой жизни. И... то есть мелатонин, по исследованиям выяснили точно, определённо, что он связан... шишковидная железа, она связана с светом и темнотой. Когда наступает темнота, тогда включается производство мелатонина. Мелатонина, кстати, выделяется в теле всего тридцать микрограмм в день. Тридцать микрограмм. Это значит, что... микрограмм – это одна миллионная грамма. Представляете, да? Это очень-очень мало, но это действует совершенно радикальным образом, это меняет всю работу нашего тела. И вот эта шишковидная железа, её можно назвать управителем управителей. Если гипофиз была главная железа тела, управляющая железа, которая всем железам посылает приказы в виде своих гормонов и заставляет их работать, то шишковидная железа управляет гипофизом за счёт своего вот этого гормона мелатонина. То есть она может его включать или выключать. Выделился металлотонин, выключилась деятельность гипофиза, то есть отключились эти гормоны и железы могут остановиться, отдохнуть, разум может войти вот в это спокойное интровертное состояние. Причём, ну некоторые считают, что мелатонин выделился и ты отойдёшь ко сну, а другие считают, другие исследователи говорят, что нет, это просто открывает ворота сна. Ворота сна – это значит, что снимается возбуждение в разуме, разум становится спокойным, тело успокаивается и ты можешь уснуть, но можешь и не уснуть. И вот то же самое происходит во время медитации. Когда ты медитируешь, определённо ворота сна открываются, поэтому некоторые даже во время медитации, то есть ты закрыл глаза и потом ты начинаешь засыпать. Но если ты перетерпел этот период, ты пребываешь в очень-очень спокойном состоянии, но при этом в очень мощной осознанности. У тебя есть и бодрость в то же самое время, но состояние тихо-тихого спокойствия. Итак, у нас мелатонин, он выделяется, когда с закатом солнца. Самое большое количество выделения мелатонина – это с 12 часов до 5 часов утра, с 12 часов ночи до 5 часов утра. С этим объясняется необходимость спать ночью, бодрствуя днём. Потому что, если ты это время пропустишь, то сон твой будет поверхностным, он не будет таким глубоким, удовлетворяющим. Кроме этого, это будет нарушать вот эти циклы, так называемые циркадные ритмы железы. То есть когда нужно спать, когда не нужно спать. И железа тоже, в конце концов, это сказывается на здоровье этой железы. Это плохо для здоровья шишковидной железы. Ну и видите, в йоге интересная вещь, что необходимо рано вставать, до 5 часов мелатонин закончился, смысл, какой спать дальше? Всё, твой глубокий сон прошёл, дальше ты будешь спать, просто ты будешь тамос накапливать, тяжесть внутри своего тела. И ложиться тоже не позже, чем 12 часов. То есть ты ложишься до 12, до полуночи, спишь до 5 часов утра. Также были эксперименты, и выяснилось, что мелатонин обладает антистрессовым эффектом. Крыс посадили в клетку, и там были такие стрессоры разные использовались, и электричество использовалось. То есть крысы время от времени получали электрошок и чувствовали себя очень некомфортно в этой ситуации. И в основном все крысы пребывали в таком состоянии, очень напряжённом. Но тем крысам, которым была сделана инъекция мелатонина, они вообще чувствовали ни стресса, ни напряжения, что воля, что неволя, они себя совершенно комфортно чувствовали. И вот выяснилось, исследователи выяснили, что мелатонин, он восстанавливает систему от стресса. То есть когда ты испытал стресс, многие железы вышли из равновесия. То есть и мелатонин, он опять наводит порядок. Он даёт тебе способность переносить этот стресс гораздо более спокойно, что ли, мобилизоваться во время стресса и пережить этот стресс. Также выяснилось вот это антиоксидантное воздействие мелатонина. То есть он связывает свободные радикалы внутри твоей телесной химии. И это мешает разрушению клеток. Поэтому, особенно в коже было заметно, и мелатонин, когда много его твоя, кожа становится хорошей, ровной, без морщин, чистой, красивой кожей. Вот это вот я вижу на людях, прямо очень интересно. Люди начинают медитировать, и через какое-то время вот это сияние появляется в лицах. Кожа красивая, она сияет. Золотой свет идёт от кожи. Ну я не знаю, как золотой свет. Ну да, наверное, идёт, если я вижу этот золотой свет. Красивое, красивое лицо. Даже вот можно посадить человека вот до и после. Видно, как после медитации у человека расслабилось лицо. И особенно, если какая-то такая могучая медитация происходит, человек действительно углубляется внутрь туда, действительно касается вот этих высоких материй. Открывает глаза, сияние идёт от лица. Вот это вот тоже интересный фактор. Для меня это существенный фактор, который говорит в пользу медитации. То есть я вижу своими собственными глазами эффект практики. Я как-то помню, я был когда в тренинг-центре своём, то есть я проходил тренинг свой саньясевский, это было три года, вот, и одна сестра у нас, она, ну такая, рационалка, она говорит, у меня проблема, я вот всё понимаю, идеологию, философию я рационально принимаю. То есть я считаю, что это наилучшая, наиболее рациональная, здравая философия, которую я встречала, и я пока ничего лучше не видела. Ну, говорит, я становлюсь монахиней, а все говорят о любви, об этой какой-то неземной, божественной, космической, о блаженстве. Я ничего этого, ноль, о какой-то связи с Богом, ничего, говорит, я никогда подобного не испытывала. И вот это она сказала однажды, она поделилась так вот в небольшом кругу, и через неделю у неё начинается, она начинает падать в транс. То есть сидит, медитирует... Прямо, мне аж больно было, как она падает. То есть мы сидим вся медитируем и прям такой звук... тан-а-а пол... И она начала падать сначала по разу в день, потом она начала падать 3-4 раза в день, уходила в транс. И через где-то месяц её лицо, прям свет, как будто физический свет идёт. И у нас работал один парень в пекарне. А нас тогда перевели в Стокгольм, и мы поехали в пекарню. То есть у нас там при монастыре вот эта пекарня для того, чтобы обеспечивать и продуктами, и деньгами монастырь, тренинг-центр. Ну и монахи, которые закончили свой курс обучения, они какое-то время работают в пекарне для того, чтобы кормить других монахов. И её назначили в магазин работать, а я там и пекарем, и менеджером был. И у нас был продавец, и он такой парень специфический. И он говорит, вот эта вот сестра, она такая красивая. А я ему говорю, что правда красивая? Ты думаешь, она красивая? Мне кажется, не очень она красивая. Вон там она более красивая. Он говорит, нет, она сияет. Я говорю, правда? Сияет? Он говорит, да, она сияет. Я говорю, ты это видишь? Он говорит, да, я вижу. Никто так не сияет. Я думаю, ну тогда, наверное, это не только моё восприятие. Если прям тело излучает свет у человека, как будто золотой свет идёт от его лица. Вот это, ну можно, наверное, связать с хорошей кожей, которая возникает в результате хороших гормонов внутри твоего тела. Ну и, конечно, духовный свет я тоже не исключаю, что он присутствует и каким-то образом физически тоже он проявляется. Ну то есть человек выглядит молодо, выглядит красиво, выглядит так, как будто в нём очень много жизни. Вот это антиоксидантное свойство, противоопухолевое свойство. Выяснили, что вот эта вот достаточная секреция мелатонина подавляет образование опухолей, раковых опухолей, то есть они не могут развиваться в результате. И также были исследования и выяснилось, что увеличенное количество мелатонина, опять же, этих крыс кололи, и оно продляет жизнь на аж, представьте себе, аж 25 процентов. 25. Четверть жизни дополнилось за счёт вот этих вот инъекций. Ну я, конечно, не призываю к какому-то экзогенному мелатонину, чтобы мы какой-то внешний мелатонин употребляли, нам нужно изнутри его генерировать, потому что что-то снаружи придёт, такая тонкая химия наша, настолько мы совершенный организм, да, вот человеческий, уникальный баланс там сохраняется, и любые какие-то внешние внедрения, ну это только в случае, если никак нельзя избежать, эти клинические есть приписания. Вот так лучше стараться внутри себя порядок наводить самостоятельно, изнутри, без каких-то внешних веществ. И ещё было интересно тоже исследование, внимание обратил, в Австралии проводили исследование, и выяснилось, что увеличенное количество, увеличенная доза мелатонина в некоторых случаях запускает каскад гормональной секреции, и выделяются какие-то другие гормоны, и человек впадает в состояние эйфории, божественного какого-то экстаза, и описывает очень вдохновляюще эти состояния.